Зелёные аллеи Сейчас на территории ЖК у нас 26 дворников, 2 единицы техники, 3 единицы техники, ещё бабкет дополнительно наняли и мы дополнительно нанимаем компанию для вывоза снега. Справедливости ради надо сказать, что жители зачастую виноваты сами, бросят машину посреди двора и убирая снег и налить как хочешь не смущают ни объявления в соцсетях, ни просьбы старших по подъезду. В соседней Москве некоторые коммунальщики отчаялись достучаться до жильцов и взяли в практику радикальные методы. Сбрасывают сосульки прямо на припаркованные автомобили. Измер предосторожности старый матрас. В зелёных аллеях обошлось без матрасов. Снег к обеду из дворов вывезли. Но как быть с расположенным рядом оврагом? Ведь претензии у надзорных органов были именно к нему. Причём гораздо более серьёзные. Кучи снега, которые сзади меня, которые вывозятся тоже с микрорайона и выбрасываются тоже на зелёные аллеи и прямо в пруд. Они будут таять и это вся химия, которые посыпаются. Мы сами это всё прекрасно понимаем. Это наша экология, это тоже нарушение. А вот с этими кучами у проезжей части работа над ошибками не проводилась. Однако управляющая компания уверяет, проведём. Мы, конечно, вывезем снег по замечанию Госадомтехнадзора по возможности, если не будут мешать на паркованные автомобили. Но тут, как нам показалось, прогноз слишком оптимистический. Вывести снег из оврага вряд ли позволят законы физики. Ведь гравитацию управляющая компания отменить не может. У нас есть опасность по сползанию техники во овраг. То есть физически в какой-то момент мы не можем приблизиться к краю оврага, потому что техника просто физически может упасть вниз. А как же её туда свалили? Сваливать не убирать. Так кто же сваливает снег и строительный мусор во овраг? И кто всё-таки его уберёт? И уберёт ли вообще? Управляющая компания уверяет, территория не наша, но убрать попытаемся мы, если сможем. Зона обслуживания управляющей компанией – это придомовая территория. Данная дорога не является в нашей зоне обслуживания. Мы её всё равно убираем. И всё. Жеологизм не является нашей зоной обслуживания, но мы её всё равно убираем. Ну так все работают, управляющая компания, потому что это ЖК «Зелёная аллея», и мы здесь единственная управляющая компания на этой территории. Собственно, кто, если не мы? Попросту говоря, территория принадлежит застройщику. Отсюда, наверное, и строительный мусор во овраге. Тогда почему претензии именно к управляющей компании? И зачем она покрывает чужие грехи? Юристы утверждают, практика – это частая. На сегодняшний день распространены ситуации, когда в новых микрорайонах и управляющая компания, и застройщик – это одни и те же лица. То есть аффилированная управляющая компания от застройщика. Итог работы над ошибками. Придомовая территория – пять, овраг у дороги – два. Проходная ли сумма баллов решать, наверное, не нам. Михаил Режетов, Егор Хлябич, Ольга Садовская, Видное ТВ.